Приветствую, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Лав. И не самое типичное, это подкаст для основного канала. Собственно, если вы смотрите ДОП-канал, то, возможно, сильно прям очень много нового я вам ничего не расскажу. Но, тем не менее, опять же, какая-то суммация того, что очень размазано где-то звучало, произойдёт. Но для тех, кто на ДОП-канал вообще не заходит, не знает, опять же, будет... Ну, не знаю, насколько полезно, на самом деле. Это особо никому не надо, это видео ничего особо не меняет. Но, тем не менее, вы будете в курсе, что плюс-минус происходит, что плюс-минус где-почём. И почему я вообще решил записать этот подкаст. Просто в первом видео по транзистору я оговорился о вопросах проблем со здоровьем. Люди поддержали. Кто-то сказал, вроде поправляйся, или здоровье, в общем-то, дело такое. Нужно за ним следить. Ну, в общем-то, вообще оказалось, что более-менее ещё люди есть. Мало, да, но в тельняшках. Вот. И сегодня, вот, я, собственно, спустя несколько дней собрался писать следующую серию транзистора. Сняты их три штуки. Третья отвратительная. Но перезаписать абсолютно нет возможности. Я их сразу записывал. И, ну, в общем, нет возможности. И вот сейчас я думал, сяду записывать транзистор. И, ну, пару слов, опять же, вступительных сделаю в летсплее. Там некоторые вещи проясню дополнительно, чтобы люди кое-как ситуацию понимали лучше. Но, я так прикинул, за пять минут не рассказать. То есть, ну, совсем непонятно. Ничего не будет. И смысла этих пяти минутах, ну, тоже никакого. Чтобы более-менее как-то картину обрисовать, ну, нужно минут 10-15. А то, зная себя, это выйдет и все 20. Потому что, ну, я всегда говорю, опять же, кто ДОП канал смотрит, всегда важны детали. Вот детали. Вот общее представление, это всё полное говно. Если у вас есть общее представление о чём-то, это забейте, это читайте. Вы ничего об этом не знаете. Забудьте вообще об общих представлениях. А вам всегда нужно знать детали, чтобы правильно понимать вещь, какое-то явление или ещё что-то. И вот эти вот, собственно, детали, они занимают время. Как правило, общее представление, ну, маленькое, да. Чем больше деталей указывается, тем, естественно, растёт объём. И без этого, на самом деле, особо вот вам 100% ситуацию не объяснить. Того, что происходит, что почём. Чтобы вы действительно прочувствовали её, да. А не просто так, что-то где-то вроде услышали. Вот. Я такой думаю, ну, к летсплею 20 минут вступительных слов, даже 15, это, ну, совсем что-то не то. Да. И будет проблемно на это как-то сослаться. То есть я, по крайней мере, этот подкаст выложу. Назову его как-то, ну, чтобы он понятно было о чём. И во всех последующих видео, когда мне захочется вам как-то пояснить, ну, собственно, на основе чего-то, какие-то другие вещи, почему я там это не могу, или ещё что-то, или ещё что-то, я смогу просто сказать, ребят, посмотрите подкаст вот этот вот. Вот. И поймёте, в общем-то, ситуацию. Вот. Поэтому я и решил, собственно, сделать вот этот вот подкаст для основного канала и расписать вам ситуацию. Ну, давайте от вступительных слов перейдём немножко к делу. Я говорился, собственно, в транзисторе, в видео о транзисторе, что, ну, проблемы со здоровьем. Ну, на ДОП-канале я об этом постоянно говорил. Вот. И, да, кто-то говорил, что, мол, надо к врачу сходить. У врача я как раз-таки был на днях, и диагноз мне поставили как нервное истощение. Угу. Прописали пачку таблеток, уколов тоже, несколько штук. Капельницу планировали прописать, но что-то как-то потом подрешили, что что-то геморройное, и, в общем-то, вроде бы и так должно помочь. Вот. И в чём проблема? Проблема в том, что, ну, нервы, ну, как говорится, не зря говорится, нервные клетки, они не восстанавливаются. Нервы – это дело такое серьёзное. Да, это вам не кашель, не насморк, не простуду, и даже не ногу сломал. Ногу сломал даже в какой-то степени, ну, не сказать, что приятнее. Я, вот, у меня прям, да, мурачки по коже идут от мысли о том, что я, допустим, что-нибудь сломаю. У меня, возможно, есть какая-то фобия такая не очень сильная. Этого, может быть, какую-то я травму детства перенёс в виде, как кто-то с гипсом ходит, и меня прям так ужаса навело, и мне не хочется. Но факт в том, что если вы сломали ногу без особых осложнений, да, просто где-то в каком-то таком несложном месте и несложно сломали, она у вас зарастёт. Да, там, не знаю, за сколько зарастают сломанные конечности, но она зарастёт через несколько, там, месяцев, наверное. Да, и, собственно, ну, да, в особо тяжких ситуациях-то, может быть, всё плохо, может быть, даже какие-то физические нагрузки вам будут не рекомендованы, но, тем не менее, она зарастёт. А вот нервы, они такого свойства не имеют, в принципе, то есть, организм, он истощается в нервном плане, и, ну, естественно, всё становится достаточно плохо, и нервы влияют на работу всего организма в целом. То есть, сердце, печень, гормональные, все железы, которые всё это вырабатывают, интеллектуальные, естественно, способности, состояние психологическое, работоспособность, в общем, абсолютно весь организм на этом завязан. И это очень серьёзная штука, и она просто так вот нельзя пропить таблетки, там, проделать уколы, да, и так, ну, с облегчением вздохнуть, так, ну, всё, короче, вот мне прописали, я сейчас пропью эти таблетки, и станет всё хорошо, замечательно. К сожалению, оно так не работает, даже врач сказал, что, ну, какие-то таблетки, они, ну, это максимум 50%, они могут помочь, и всё. Остальные 50% — это исключительно жизнь, да, как она складывается. И, соответственно, если у тебя останется сильное психологическое давление, стресс, но, ну, конечно же, таблетки сильно ничего не помогут, не улучшат твоё состояние, и организм продолжит истощаться, истощаться, ну, а последствия, они очень-очень такие печальные, плачевные и неприятные. Вот. И здесь подходим на самому главному моменту, что, по сути дела, вот, исправить как-то, собственно, жизнь, ну, просто нет никакой перспективы. То есть нету ни одного решения, которое бы действительно могло бы меня вывести из текущего тупика, да, и как-то восстановить моё состояние, восстановить моё здоровье, чтобы я мог там... Ну, радоваться жизни — это вообще забейца, такого никогда и не было, но чтобы мог быть действительно какой-то работоспособный, мог быть какой-то энергичный, тоже, конечно, не про меня, но... Иметь определённые силы делать то, что мне хотя бы хочется, да, то есть снимать ролики, писать «Бесконечный холод», вот. В чём дело? Здесь я вас всё-таки отошлю на видео на Дубканале, ну, посмотрите его, возможно, после этого видео. Ну, можно попробовать поставить паузу и посмотреть его, но это надолго. Видео называется «Тупик Рея», ссылку в описании я обязательно оставлю, длится оно час, где-то примерно 15-20 минут будет посвящено непосредственно концепции такого антиутопии, как «Тупик Рея». Если вас это не сильно интересует, можете немножко перемотать вперёд, но всё-таки рекомендую хотя бы в полуху послушать, чтобы, ну, так настроиться, опять же, дополнительно, и более-менее уловить момент перехода от концепции к ситуации реальной, потому что даже само название «Тупик Рея», оно как олицетворение вот жизненного тупика всея нашего, который вот, нашей жизни, которая за окном протекает. И, ну, это просто иносказательное, метафоричное и фантастическое описание этого самого тупика, да, чтобы показать нашу жизнь, ну, и какой-то такой вот сферическое вакууме, утопичное решение этой проблемы, который, на самом деле, не найти в нашей жизни. Так вот, в чём проблема? То есть, ну, вот, я подозреваю, что вы всё-таки посмотрите и более разберётесь там в Тупике Рея, но в любом случае какие-то пересечения этого видео с ним, они в наличии будут. Так вот, в чём проблема-то, собственно? Проблема в том, что как такового, вот, перспектива жизни нашей, она, ну, отсутствует. Ну, каждый сам выбирает, конечно же, себе цели, каждый выбирает себе мечты, ну, выбирает такое дело, конечно, очень здесь условное, да, есть иллюзия того, что мы что-то выбираем, но, на самом деле, большая часть нас всё-таки заложена природой, каких-то предрасположенностей, вкусов или невкусов, да, то есть, даже там какое-то сексуальное предпочтение, мы это вообще никак не выбираем, да, вот нравится вам вот такое вот, допустим, нечто, и всё, и вот хоть вы треснете, да, организм у вас срабатывает, да, в нём какой-то защёлкивает какой-то механизм, и всё, химия происходит, и вот вам это нравится, привлекает, а у другого человека, ну, не срабатывает, и всё, и вы ничего с этим не сделаете, да, вы можете подавлять себя, бороться с собой, ну, собственно, бесконечный холод, это тоже в том числе работа о борьбе с самим собой, с человеческой природой в себе, в любом случае, если вы не читали бесконечный холод, это must-have для прочтения, фактически, в стендалон-версии, не знаю, когда будет, сейчас он, бесконечный холод, вот, актуальная версия работает как мод для бесконечного лета, то есть, ну, ссылки на группу по БХ вы найдёте вообще без проблем везде в описаниях, соответственно, чтобы его почитать, нужно установить БЛ, подписаться в стиме на БХ, он скачается, и вам уже из меню БЛ нужно зайти в настройки, там, и оттуда в дополнениях запускать его. Связи никакой нету, ну, просто потому что нет ресурсов сделать, собственно, независимую работу, чем мы, собственно, занялись вот только сейчас, спустя два года работы над БХ, это перевод его как в полноценную новеллу, чтобы уже не было никаких связей, никаких зависимостей, но, когда мы это закончим, хотя бы какой-то базис, хотя бы какой-то демо, который почитать, вопрос очень трудный, может быть, на это уйдёт год, может быть, даже два, и через два года новая версия даже не догонит текущую версию, такое тоже не исключено, то есть, очень-очень сложный, опять же, вопрос, очень стрессовый вопрос, но здесь, здесь хочется верить в лучшее, но я вас к БХ отослал просто, чтобы вы почитали именно, потому что там много, на самом деле, вещей вложено в любом случае, над которыми стоит задуматься, и одна из них — это борьба с самим собой, да, и те вещи, в которые нас закладывает природа, мы их, ну, с ними можно бороться, подавлять, можно с ними смириться, но вот изменить их в себе очень тяжело, на самом деле, то есть, вот, можно говорить, что там, ну, вот, там усердие можно как-то себя изменить, и как классно, да, вот он старался, и стал другим человеком, всё это, на самом деле, лютая иллюзия, обман и такое вот самоутешение, что ли, что можно изменить, на самом деле, это настолько незначительно, настолько мизерно, как правило, что, ну, чуть более чем практически нет, и это, конечно же, проблема нашего мира, то, что вот кому-то завезло, условно, стартовый, заролил он какие-то крутые статы себе, зарандомил их, и классно всё, а вот кто-то не заролил, не зарандомил ему, и всё не очень хорошо. Здесь, конечно, не имеет смысла говорить, что вот, а кто-то родился там в семье олигархов, да, и вот как у него всё классно сложилось. Также не стоит говорить, что, ну, вот, а в Африке дети голодают, да, это абсолютно бессмысленная тема, потому что разброс от самого плохого, что может быть в нашей жизни, в нашем мире, до самого классного, он настолько колоссально, вот, несоизмерим вообще ничем, что я вообще не понимаю смысла об этом говорить. Но я говорю о других вещах, а именно о личных, да, характеристиках человека, именно что он себе заролил, ну, не сам себе, а ему природа заролила, да, то есть кто-то, допустим, там, вот, нравится ему быть программистом, да, ну, прям, вот, человек себя, вот, прям, не видит, вот, он заштаживается, да, за код, и вот, прям, вот, всё, не оттащить. Вот, настоящий фанат своего дела, да, вот, он сидит круглые сутки и не устает, самое главное, почему? Потому что он занимается тем, что ему нравится, да, он не устает, в принципе, ну, нет, понятное дело, что утомление и всё такое, но вот за счёт того, что ты занимаешься любимым делом, за счёт того, что ты испытываешь положительно от этого эмоции, оно тебя компенсирует. И представьте человека, который, ну, вот, ему вообще это не хочется заниматься, да, и, естественно, ему нам и простейшую программу написать, разобраться, в этом эта такая головная боль, и он её будет писать неделю, сделает нерабочей говной, и в итоге весь исплюётся, и результата не будет. Это такой немножко отдалённый сферический вам пример, что я подразумеваю именно под каким-то предрасположенностями, предциклонностями, что ли, предпочтениями, и мы эти вещи не контролируем вообще никак, вот, вообще нет, да, то есть, вот, если тебе не нравится заниматься чем-то, ну, ты можешь, там, посходить на психологические тренинги, да, 21 век — это отличный век, на самом деле, такого надиралого людей, вот эти вот всякие тренинги саморазвития. На самом деле, я спокойно мог бы вести какие-нибудь тренинги саморазвития и просто рассказывать какую-то рандомную чушь, вот, примерно, как вот этот подкаст, да, только это оформить чуть официально и чуть более, и инвертировать ключ, рассказывать это не в том, что, как бы, выхода в жизни нет, а, на самом деле, как всё классно, вам нужно только постараться, и вот вам нужно настроить свои флюиды, да, на космос чуть-чуть по-другому, его саморазвитием, прям, вот, саморазовьётесь в этой жизни, и всё, и можно было бы шубанить бабло. Но вот, опять же, мне не нравится этим заниматься, да, вот, вообще нет, не чувствую я этого, вот, этот подкаст я чувствую, да, я могу вложить в него душу, а тут другой я бы не мог бы, на самом деле, в теории, да, но на практике это бы меня ещё больше утомляло, и, опять же, это шило на мыло. Ну, суть в том, что такого полно, такой дрессини промывания мозгов, лишь бы люди деньги несли, также миллион просто книг о том, как стать успешным в этой жизни, и так далее, написаны людьми, конечно же, которым там что-то где-то наролило, да, определённое, где-то что-то свезло, и также наша жизнь, на самом деле, является невероятной цепочкой всевозможных стечений обстоятельств, опять же, большинство из которых нам вообще не подконтрольно, не подвластно. Вот, серьёзно, нет, я не фаталист, но это, скорее, реализм, потому что в жизни вещи происходят сами по себе, условно говоря, ну, чтобы у вас не сложилось немножко превратное понимание на этот счёт, почему они происходят сами по себе. Словно вы пошли на работу, и у вас машина сбила, да, на красный свет проехала, и вы попали в ком и умерли. От вас это вообще не зависело. Ну, вы посмотрели по сторонам, как обычно, да, ну, ладно, не посмотрели по сторонам, вы шли на зелёный для себя, и как-то, ну, не то, чтобы ты прям постоянно смотришь по сторонам. Вы, допустим, с утра не выспавшись, я вот с утра точно не особо смотрю по сторонам, если я еле ползу, да, и, ну, вроде бы, так, какой-то есть у вас уровень безопасности, который вы себе обеспечиваете, а вот этот вот высковчивший идиот, он был чуть-чуть с границы вот этого уровня безопасности, которого вы себе обеспечиваете, и поэтому вы попали под колёса. Ну, просто если говорить, что... Ну, нужно просто смотреть по сторонам, тогда бы аварий со сбитием пешеходов не происходило бы вообще, да, если бы этого было достаточно. Просто потому, что вы дорогу переходите тысячу раз в год, сбивают одного человека там из скольки-то-то, в любом случае вы не можете быть... Вот если бы максимально пристально, вот если бы вы точно знали, что вас сегодня собьют, да, вы бы, конечно, смотрели по сторонам тщательно, но этого знать никогда нельзя. Поэтому стечение обстоятельств здесь однозначно есть, есть и стечение обстоятельств у того водителя, который сидел за рулем и который вас сбил, потому что, ну, возможно, при других бы обстоятельствах он проехал бы нормально или бы вообще бы не ехал сегодня здесь по этой дороге. Но всё так сложилось в его жизни, и те факторы, которые повлияли на его жизнь, в свою очередь, связаны, скорее всего, с другими людьми, у которых тоже, в свою очередь, что-то сложилось, в общем-то, есть такое понятие, как эффект бабочки. И вот именно это я подразумеваю под тем, что есть вещи, которые нам не подконтрольны, они просто происходят случайно, независимо от нас. И это тоже полная нарисня, потому что вот тот чувак, который написал невероятную книгу о том, как стать успешным, возможно, в его случае просто сложились обстоятельства, очень благоприятно, с учетом того, что у него, какие были предрасположенности, какое воспитание, какие родители. Опять же, то, что родился в благополучной семье и неблагополучной семье, это ничего особо не значит. Ну, понятное дело, что здесь где-то лучше, где-то хуже, но один человек родился в благополучной семье, стал наркоманом, потому что, потому, а другой стал отличником и использовал максимум своего состояния. Опять же, кто-то родился в семье алкоголиком и стал быдлом и алкашем, таким же, как и родители, а кого-то это вызвало отторжение, и он, наоборот, выбился в люди. То есть здесь абсолютно разные люди, и нельзя сказать, что вот эти условия, они гарантированно приведут вас к результату. Как я уже сказал, многие вещи, они просто складываются, потому что складываются. Мы их не контролируем, от нас они фактически не зависят. Вот. И читать эти книги абсолютно бесполезно, потому что, если бы все люди, которые бы прочитали эти книги, как стать успешным, счастливее и так далее, становились успешнее и счастливее, или хотя бы половина из прочитавших людей, то, конечно, наш мир был бы другим. Но проблема в том, что эти книги так же нихрена не помогают. Я вам только что объяснил, почему наша жизнь состоит из случайностей, из предрасположенностей, и старания, да. Старания, конечно, я не говорю, что если вы будете просто пытаться плыть по течению, то все будет классно. Стараться нужно, но, опять же, так как многие вещи складываются просто потому, что они складываются, а многие вещи не будут складываться просто потому, что у вас нет каких-то к этому предрасположенностей, порой ваше старание будет выглядеть, как просто банальное битье головой о стену, и вы с этим ничего не сделаете. Вот вообще никак и никогда. Так сложилось в нашей жизни. Возможно, это нельзя прочувствовать, да. То есть, если даже я сейчас буду еще на эту тему распинаться 40 минут или 50 минут, вы ее не прочувствуете, пока сами не окажетесь в такой ситуации, в тупике, в котором вот вам будут говорить, ну вот просто делай вот это, а вот это попробуй, классно, а вот все вот так делают. Да, но вы понимаете, что все эти способы и методы, которые работают у других, они у вас не сработают, они приведут к тому результату, которые ожидаются от подобных действий. Вы просто оказываете действительно в тупике, и только тогда вы поймете вот эту ситуацию обречения, что ну вроде бы да, все классно, жив-здоров, руки-ноги есть, зрение, ну пусть садится жестко, но оно все-таки есть, а как бы в жизни перспективы нет, потому что вам просто некуда себя девать. И это вот никак не решается. Не решается прочтением книг о том, как стать круче и совершенствоваться, это не решается получением какого-то дополнительного образования невероятного, да, бумажки дополнительные, это вообще ничем не решается. Ну, кроме как чудом, которое бы выглядело как прилетевшая фея, которая бы махнула палочки, да, и одарила бы вас, ну, в зависимости от того, что вам требуется. Вот так вот наша жизнь выглядит. Это очень жестко, это очень сурово, но жизни на самом деле абсолютно наплевать на вас, как индивида. Ну, вот как бы и самой природе, которая обеспечила вас мышлением, да, той природе, которая обеспечила, что вот если там сперматозоид затекает, видится и клетка, то получается новый индивид, ну, в нашем случае человек, да, ей было абсолютно наплевать, вообще непонятно, зачем природа, то есть вот какого-то смысла от того, что появились живые организмы, развивающиеся, эволюционирующие, в этом нет никакого смысла. То, что у одного из видов появился еще способ мышления, как он, ну, вот, да, у нас, это еще больше лишено смысла, потому что, ну, вид может спокойно выживать, и без этого все, что вам нужно, это умение засовывать инстинктивно член в нужную дырку, да, и оставлять потом, что это все, что требуется, на самом деле, от вас, для природы. И насколько вы умный, неумный, образованный или нет, ей наплевать. И даже если вы завтра умрете, ей тоже наплевать. Также наплевать и государством, и я не говорю про наше, а вообще, в принципе, любому государству, индивиду наплевать. Потому что важно для государства, чтобы индивид работал, приносил, был выгодной и эффективной рабочей силой, и приносил деньги, да, вот все, что от вас требуется. Именно поэтому вас воспитывают, ну, делают, создают условия, то есть почему государство создает условия, там, бесплатное образование, там, какие-то льготы, вовсе не для того, чтобы вы стали счастливее или успешнее, а для того, чтобы вы были эффективнее, как рабочая сила, и приносили нормальные доходы в казну государства. Во всех государствах так. Потому что если люди не будут приносить доходы, государство не сможет существовать. Первый принцип существования государства – это налоги. Ну, может быть, не первый, но один из ключевых. Без этого оно просто невозможно. Самому обществу также на вас наплевать, потому что, по сути дела, те, кто могут влиять на это общество, создавать определенные тренды, производить продукцию мирового масштаба и тиража, производители каких-то медийных и культурных вещей, ну, условно культурных вещей, да, типа киношки, игрецей, книжечцей, музла, короче, и всего прочего общепотребляемого шлака, им тоже люто наплевать, насколько вы счастливы, покупая их продукцию. Им важно, чтобы вы эту продукцию покупали, и наоборот, вот тем, кто вот находится вот в этих верхах, я не говорю сейчас о каких-то там секте и невидимом государстве, я говорю именно чисто о коммерческих организациях мирового масштаба. Им наоборот, выгодно, чтобы вы были максимально несчастливы, потому что, если вы несчастливы, вы, возможно, будете компенсировать свой стресс, заедая его в Макдональдсе, где наценка на продукцию является просто невероятной, или в любом другом фастфуде, или в ресторане, который создаст для вас иллюзию комфорта и какого-то положительных эмоций, где вы переплатите деньги. Возможно, вы купите себе, ну, если речь, допустим, шла бы о девушке, какое-нибудь новое платье, юбку, или трусы с лычкой невероятно крутого бренда, но их себестоимость абсолютно такая же, и на самом деле качественный внешний вид тоже, но вы платите за них тройную пятерну или десятирную цену, просто потому, что висит правильная лычка. И вот никому из производителей, вообще никому, не выгодно, чтобы вы были счастливы, потому что иначе вы не будете покупать товары. Они должны убеждать вас в том, что они вам нужны, а счастливому человеку особо ничего не надо. Да, здесь можно вспомнить буддистов, это не религия, это скорее философия, да, то есть вот им ничего не надо. И вот буддистам не впарить машину под ста процентный там какой-нибудь кредит на 120 лет, да, потому что она им не нужна. И это просто трагедия для экономики. На чем делать деньги, как зарабатывать на людях? Они ничего не покупают, они не ходят на дерьмовые фильмы в кинцо, да, потому что, ну, им хочется посмотреть, допустим, что-то хорошее. А хорошего ничего нет, значит, идти не надо. А вот серая масса готова ходить на фильмцы с пивом покатят, потому что они не сильно притязательны, и как бы, ну, раз другого ничего нет, значит, будут потреблять вот это. И выгодно, чтобы основная масса людей была максимально тупой и непритязательной, потому что чем тупее и непритязательный человек, тем легче ему впаривать говно и заставлять его платить за вещи, которые ему не нужны. Поэтому, естественно, тем экономическим структурам, которые способны производить товары, услуги и прочее, им тоже нихрена не выгодно, чтобы вы были счастливыми. И вообще ничему в жизни не выгодно, чтобы вы были счастливыми, вообще ни одного фактора для этого нет. Единственное, для чего вы нужны быть рабочей силой на самом деле и всё. Вообще, да. К сожалению, это создает определенный тупик. Определенный тупик для тех, кто, ну, понимает вот эту ситуацию и она его не устраивает. Меня она не устраивает очень давно. Естественно, эта ситуация висит надо мной камнем, потому что, ну, очень тяжело жить и испытывать какие-то суперрадостные эмоции. Ну, нет, радостные эмоции испытывать можно, да. Буквально, вот, я был после врача, зашёл в Макдональдс, съел чизбургеров, чикенбургеров, да, приятненько. Ну, мимолетненько, но приятненько, да, там, ещё что-то сделал приятненько, приятненько, да, то есть, они говорят, что испытывать совсем невозможно, но проблема в том, что эта вещь, она над тобой висит, вот этим вот домокловым мечом, и ты постоянно о ней думаешь, ну, я не говорю, что думаешь, а не вот, прям вот сел такой и думаешь, а думать-то нечего, потому что всё это уже обдумано, и нового здесь ты ничего не откроешь, по факту, но это вещь, которая, ты к ней вот, она вот всплывает у тебя в голове, да, ты вот раз вроде съел чизбургеры, вроде неплохо, да, стал выходить, понимаешь, что, опа, и чё, жизнь-то лучше не становится, да, перспектива-то нет, ты мимолетник, раз ты постарался от этого, опять же, абстрагироваться, уйти, и, ну, там, подумал, о, а если завтра приду ещё три чизбургера съем, ещё лучше будет, всё, да, как-то отвлёкся, но ситуацию-то это не решила, а ситуацию-то никак не решить, совсем никак не решить, и поэтому сидеть и думать о ней бесполезно, хотя ты о ней всё равно думаешь, и это, конечно, изматывает, это утомляет, и это приводит к стрессу, это приводит к изнеможению, как раз таки, нервному, потому что ты понимаешь, что годы идут, время уходит, а будущего нет, ну, вот совсем его нет, то есть вообще никакого, ты его не видишь, просто здорово, конечно, когда ты такой типичный, среднестатистический биомусорик в нашей жизни, максимально выгодный, естественно, для и государства, и для всех остальных, ты работаешь, да неважно где, хоть там мобилы продаёшь, в Евросети, хоть не в Евросети, а где-то в другом месте, хоть ты там валтер, хоть не бухгалтер, хоть таксист, да, но ты об этом не задумываешься, потому что тебе не закладывали ни в школе, ни в институте, ну, да, там философия есть, но она вскользь, и она такая чисто историческая, да, то есть если вы, просто позубрили философию с видом, что за говно заставляют учить институт, говно, скорее бы, закончить и пойти на работу, возможно, вы никогда всерьёз не задумаетесь о тех учениях, которые там преподаются, а на самом деле там есть над чем задуматься, но это всё-таки именно такая философия историческая, по крайней мере, то, что мы проходили, курс был реально очень короткий, то есть это не философия, вот то, что реально у нас происходит за окном, это не философия, общества, не философия политики, там, государства, жизни, да, семьи, вот именно понимание вот этих вещей, из чего складывается наша жизнь, зачем она так складывается, почему она так складывается, нет, это просто учения, которые, вот, люди, о них додумались много тысяч лет назад, ну, о них можно подумать, но, чтобы прийти к тем вещам, которые, допустим, я вам рассказываю, нужно ещё очень-очень много тратить на это время, а так как среднестатистический человек даже то не будет обдумывать, то можно сказать, что никакой философии и каких-то полезных вещей, которые бы вас с детства настроили на правильное восприятие мира, никто нигде не преподает, потому что это никому не выгодно, ну, не выгодно будет, если люди будут после образования демотивированы работать или вообще жить, ну, тогда человечество вымрет, хотя, понятное дело, на самом деле, всем так же наплевать и государству, и тем, кто производит какие-нибудь супердорогие айфоны, вымрет ли человечество через сто лет или через пятьдесят, потому что те, кто сейчас имеют кучу бабла или сидят у власти, они к тому моменту также будут мертвы, а мертвецам вообще вот наплевать на всё остальное, жизни после смерти не существует, к счастью, наверное, всё это я, да, поэтому на самом деле говоришь, что вот, ну вот, если так сделать, человечество вымрет, а кому какое дело, если оно вымрет, если никто, ценность придает вещам именно точка зрения человеческая, да, вот камню, который вот будет лежать на могиле, ему наплевать, кто лежит собственно в этой могиле, он не умеет думать, не умеет оценивать, он не может придать ценность тому, что такое, ёп, просто ты, человечество вымрало, да, также какие-нибудь кошки, там, или собаки, мыши, олени, медведи, птицы, они также не будут переживать, и горевать, из-за того, что человечество вымерло, поэтому я и говорю, что на самом деле смысла вообще в этом никакого нету, да, и если вдруг оно вымерет, ну ок, вымерло, и что, какая, в чем потеря, да, то, что мы там не улетели в космос, или еще что-то, а кому какое дело, если больше некому этим заниматься, смысл существования придает именно человек, его рассудок, возможность, собственно, давать оценку какую-то, да, но если не останется ни одного человека, то никакого смысла. Соответственно, даже вот подобный фактор уже говорит о бессмысленности всего того, что мы считаем ценными в нашей жизни, уж тем более в каком-то таком сиюминутном отрезке жизни, да, там уже 50 лет, ну условно говоря, там старость, можно вычесть там какие-то годы, да, и естественно там первые 5-6 тоже лет можно вычесть, разум там появляется, поэтому, уж тем более мышление позже, так что первый десяток лет вообще можно выкинуть спокойно, если не под 15, ну 15 это слишком, но лет 10-12 можно действительно, ладно, 8-10 можно скинуть, да, ну из старости примерно пяток, да, вот вы и получите такой нормальный, более-менее срок жизни, да, и вот в нем вы гоните за какими-то машинами в кредит, да, подороже, попрестижнее, почему? Ну потому что на работе же нужно же выглядеть престижно, почему? Потому что другие идиоты считают, что это престижно, а покуда большинство части людей считают, что это престижно, значит оно таким и является, хотя это просто груда металла, да, которая очень субъективно выглядит чуточку дороже и объективно состоит из чуточку более дорогих материалов, но эта ценность, опять же, есть лишь следствие наличия экономических каких-то механизмов, созданных самим же человеком и обществом, то есть по факту ничто оно из себя не представляет вообще в принципе, но на работе коллеги считают, что это престижненько, поэтому вы хотите быть престижненько, и общество заставляет вас чувствовать, что это престижненько, но что вы, лох что ли, да, чмо, вы же не хотите быть чмом, поэтому давайте в кредит подороже, это выгодно банкам, и это выгодно всем, как я уже только что рассказал, чтобы вы чувствовали, что это вам надо, покупать вещи, которые вам не нужны, чтобы в обществе, которое вам не нужно, чувствовать себя лучше, исключительно потому, что вам кажется, что это делает вас успешнее, или еще каким-то более прагматичным, не прагматичным, не то слово, более престижным, да, хотя это все абсолютный мусор, существующий лишь в наших головах, вот, и это проблема, проблема в том, что отсюда нет выхода, да, то есть в чем заключается тупик, о чем я говорил, если вот вы биомусорик, который вот живет по этим принципам изнутри, а снаружи их не пытается оценить, ему норм, да, вот он торгует этими мобилками, зарабатывает какие-то денежки небольшие или большие, может быть, он даже начальничек какой-нибудь, но он хочет зарабатывать чуточку побольше, потому что, ну, хочется машинку еще попрестижнее, да, костюмчик получше, или почаще ездить на Кариба, поотдыхать, да, ну, если там, говорит, совсем от дни, ну, хотя бы куда-то съездить, отдохнуть, а если начальничек, ну, хотя бы съездить на Кариба не раз в год, а два раза в год, да, классно же, да, естественно, тратить, покупать вещи, которые еще более дорогие, в которых еще больше воздуха, в их стоимости, естественно, денег все равно не будет, и будет хотеться заработать еще больше и больше, у этого практически нет предела, да, то есть, ну, есть же люди, у которых миллиарды, и они все равно стараются заработать денег, хотя это хватит и им, и детям, и внукам, и даже правнукам, скорее всего, на то, чтобы просто прожить вообще ничего не делая в своей жизни, или эти деньги можно вложить и произвести тонну всего разного, ценного для человечества, вложить в науку или еще куда-то, но нет, они вкладываются в дорогие виллы, 110-ю иномарку, в самую дорогую, бентли обмазанную каким-нибудь с алмазами суперпрестижными, и прочее, абсолютно не имеющее никакой ценности говно, вот, и когда ты вот внутри этого, ты живешь по этим правилам, ты не замечаешь бессмысленности в своей жизни, да, ну, ты работаешь, у тебя есть вот это вот стремление, цель, так называемая, да, вот, не знаю, получить повышение, чтобы зарабатывать чуточку больше, а там ведь можно будет через 15-20 лет ведь еще выше бы, а, подняться-то, да, по карьерной лестнице, и зарабатывать еще там на 20% больше, чтобы телефон купить на 20% дороже, или еще что-то, да, или есть более дорогую еду, ну, да, еда, это, конечно, нужная вещь, потому что, ну, вкусная еда, я считаю, вот это вот то, что должно быть у каждого человека, вообще должно быть вот, то, что человек питается, и у него есть жилье, это вообще должно быть по дефолту обеспечено, ему вообще абсолютно не важно, кто он, и где он, вот, ну, к этому, конечно, вроде бы как государство стремляться, но, как вы видите, нет, это очень далеко от истины, вот, такому человеку, к чему я всю эту мысль такую долгую веду, такому человеку ему норма, да, он работает, потом он заводит семью или не заводит семью, но в большинстве случаев все-таки заводит, почему, ну, потому что, на самом деле, у нас заложены социальные инстинкты, и не только социальные, но и биологические, и опять же, о чем я говорил вначале, есть вещи, которые мы не контролируем, да, и вот, испытывание каких-то положительных эмоций, да, там, тот же материнский инстинкт, это заложено природой, на которой наплевать на тебя, но она заложила, чтобы ты испытывала приятные чувства, ну, просто для того, чтобы ты, как бы, брод свой продолжал, иначе, если бы это не вложилось, то есть, почему так сложилось, потому что эволюция, вот, вдруг появилась мутация, да, жил, да, был вид, да, условно говоря, был он не очень популярный на Земле, я говорю, сейчас немыслительный, вид немыслищий, просто вид, там, какие-нибудь ящерицы, вот, жил, да, был вид ящериц, не очень популярный, но у каких-то двух ящериц приятнее стало чпокать друг друга, ну, серьезно, прям, вот, если другие, там, раз в годик, да, по циклу развития, там, отложили потомство, и нормально, а вот этим, прямо, вот, приятно стало, и вот они друг друга дрючили на протяжении практически всей жизни, и наплодились невероятно, естественно, этот вид начал, вот, вытеснять тех, кто дрюкался, чуточку реже, и так вытеснился окончательно, и поэтому остался жить именно тот вид, который испытывает положительные эмоции при размножении, ну, не от конкретно размножения, но от процесса, который к этому приводит, и вот все, что у нас есть, это эффект такого вот мутации в прошлом, которые привели к тому, что вид, скажем так, индивиды, получавшие эти мутации, они были более, скажем так, выживательные, их потомство, его оставалось больше, оно лучше жило, ну, условно говоря, ну, я думаю, вы поняли эту мысль, я сейчас тут уже буду заговариваться просто в ней, вот, поэтому эти эмоции положительные, допустим, того же заведения семьи и прочего, это тоже все у нас вложилось, вообще без нашего ведома, и вот, как бы, нафиг оно нам надо в большинстве случаев, но нет, вложили, вот, вложили еще и то, что, как бы, человек, средство социальное, и вот, вообще без общения с людьми, ну, практически всем людям очень тяжело, ну, реально, потому что, допустим, если брать камеры одиночки, да, вот, и полный изолятор, если туда человека поселить, допустим, вообще на год, ну, есть вероятность то, что он с ума сойдет, либо будут такие искажения его индивидуальной личности, что это тоже уже будет совсем не тот человек, который туда сел год назад, к сожалению, есть такая, опять же, шляпа, которую у нас заложили, то есть мы не можем просто, вот, какую-то паузу в мышлении поставить, окей, нет социальных контактов, все, стоп, и вот ты остался, у тебя это никак не касается, не влияет, нет, касается и влияет, к сожалению, приводит к искажениям, поэтому нам нужна какая-то социализация, да, и в жизни, вот, надо еще как-то где-то жить, да, ну, так обуславлялась природа, опять же, еще до человечества, ну, как бы, группе какой-то выжить легче, чем по одному, и опять же, чтобы тоже потомство оставить как-то легче группы, чем по одиночке, а с учетом того, в каком мире мы живем, естественно, единственный вариант, как таковой, нормально, вот, обеспечить себе какой-то круг социальный, да, это завести семью, то есть найти человека, с которым тебе приятно, почему, потому что у тебя есть к нему, там, какие-то сексуальные чувства, не только сексуальные чувства, все это заложено у нас природой, бла-бла-бла, вы просто находите то, что максимально для вас приятно и оптимально по природным причинам и причинам вашей индивидуальности, которая заролилась при рождении, да, и вот с учетом того, что с этим человеком вам хорошо и комфортно, вам легче обеспечить какое-то жилье, взять ипотеку на 150 лет, какой-нибудь, там, еще что-то прикупить, опять же, вдвоем легче, чем этому, да, и вот вам уже жить чуточку комфортнее, вы это делаете, потому что, ну, вас природа вынуждила этим заниматься и так вести себя, но смысла в этом, опять же, никакого нет, потому что, ну, а какой в этом смысл, да, кто-то говорит, вот семья, это супер ценность, да, это хорошая ценность, но, окей, вот, вернемся к тому биомустрику, да, вот он работал, там, неважно где, неважно сколько зарабатывал, вот он завел семью, неважно, насколько она там хорошая или плохая, благополучная или неблагополучная, ну, скажем так, она средняя, просто хорошая, нормальная семья, там, да, бывают ссоры, бывает, не бывает ссор, вроде хорошая, нормальная семья, плохого, они ничего не скажут, да, ну, то есть биомустрик более-менее хороший человек, он неплохой человек, он не быдло, да, он не гопник, он не идиот, ну, вот он нормальный, средний человек, у кого их, на самом деле, большинство, просто они меньше всего заметны, Есть у него какая-то своя средняя работа, на которой он утомляется, есть дом, где он тоже утомляется на самом деле, потом заводится ребенок, и весь смысл жизни оказывается в том, что надо выжить в этих условиях, потому что ребенок это прорва необходимых денег, нерв и сил, и просто на какие-то другие вещи после работы и не остается. И вот, собственно, так он и живет, пока ребенок не вырастает, там цикл продолжается в таком же ключе, вот, а тут уже, в принципе, и старость, да, там те же какие-нибудь лет 40, ну, ты продолжаешь по инерции так же все работать, чтобы зарабатывать больше, ведь вот через 5-то лет сейчас повышение-то получишь, ах, как сможешь, не знаю, что, таблетки покупать, потому что здоровье все-таки, оно уходит, и появляются новые затраты, да, лечения какие-то, медикаменты, ближе к старости начинают сжирать, и также финансирование, ну, можно как-то чуть-чуть отдохнуть, расслабиться, поездить на какие-то отпуска, но работать все равно приходится, потому что вот самый абсурд нашей жизни в том, что вот практически все работы, они не подразумевают то, что вот с увеличением вашей квалифицированности, вашей высокооплачиваемости, что вы начнете работать меньше. Нет, вы все равно будете работать столько же, скорее всего, и больше, ну, просто у вас денег будет, условно, больше, которое вы будете еще менее эффективно тратить, и это абсурдно, я вообще-то не понимаю, это бессмысленно, то есть, вот, я не знаю даже, как объяснить всю бессмысленность этого, на самом деле, вот, максимально классно объясняю бессмысленность всего, это игра Sims, вот, не знаю, как первая часть, но вот второй и далее точно, да, вот, вот, это устройство мира, которое должно быть, оно не абсурдно, да, вот, Sims начинает работать, копеечная зарплата работает 5 дней в неделю, времени мало, он становится лучше, лучше, лучше работать, и, опа, рабочие часы сокращаются, он начинает работать меньше, появляются дополнительные выходные, и вот вы добиваетесь в итоге карьерной, вот, на пьедестале вашей карьерной лестницы, вы пусть усиленно работали и вкалывали, там, 20 лет, да, и вот вы добились того, что вы теперь работаете всего лишь, там, 2-3 дня в неделю, и работаете по 4 часа, при этом зарабатываете даже больше, чем когда-то 20 лет назад, и это вот успешность, да, вот, я бы сказал, что, да, вот это меня бы, может быть, и мотивировало, точнее, не может быть, а точно, да, это была бы перспектива, то, что ты работаешь больше, ты совершенствуешься, ты получаешь больше денег и возможность меньше работать в дальнейшем, соответственно, ты получаешь больше времени и сил на то, чтобы заниматься тем, что ты действительно хотел бы делать в своей жизни, что твоей жизни давало бы хоть какую-то условную очень осмысленность, да, или ты бы смог бы хоть как-то реализовать свои амбиции, которые на какой-то хер, опять же, вложила в тебя природа, такое понятие, как амбиции, да, желание, стремление, но ты мог бы им больше уделять внимания, использовать те деньги, которые ты зарабатываешь в свободное время, которые у тебя есть благодаря тому, что ты успешный на своей работе, ну, подавляющее большинство работ абсолютно не предусматривает ничего подобного, вообще нет, и это абсурдно, просто, вот, это настолько дичь, это настолько бессмысленно, что если об этом задуматься, ты понимаешь, что, а на кой хрен вообще, вот, люди, вот, да, вот, какие-то повышения, вот, причем это, вот эти все повышения и прочие, они не просто, там, год поработал, как в Симсах, да, или, там, недельку, это вот годами, там, десятилетиями люди сидят, считая, что они приближаются к какой-то цели, у них это мечта, зарабатывать, там, на 15% больше, зачем, если они будут просто покупать вещи, которые на 15% дороже, но, по факту, абсолютно такие же, да, я здесь повторился, ну, и в целом, но, к чему это, к тому, что люди, вот, это их устраивает, вот к чему, то есть, они действительно на полном серьезе считают, что это нормально, это правильно, это классно, это их мотивирует мучиться изо дня в день, чтобы мучиться всю жизнь изо дня в день, это невероятно для меня, это шок-контент, да, абсолютно, я просто не понимаю, почему люди об этом не думают, почему это считается нормой, почему это называется каким-то стремлением к успешности, в чем успешность? Да, на самом деле, ни в чем, потому что, по факту, все, что от вас останется, насколько вы успешны не были, ну, условно говоря, почему? Условно, потому что, ну, 99, наверное, и более процентов людей, насколько бы успешны они не были, да, даже если они дослужатся до какого-то начальничка, все, что после них останется, это табличка над гробием, над которым будут написаны циферки годы жизни, И через 50 лет уже никто не практически, вот, в общем мировом каком-то масштабе никто не скажет, как этот человек изменил нашу жизнь, да никак он, скорее всего, не изменил, потому что, ребят, вдумайтесь, до нас жило людей, я уже сейчас буквально недавно узнавал, больше ли людей до нас жило суммарно, чем сейчас живет, или меньше, но будем считать, что жило столько же, дохринелён миллиардов, ну, не дохринелён, но миллиардов много, вдумайтесь, ребят, миллиарды людей, И от них не осталось ничего, от 99% не осталось ничего, кроме вот этой таблички, да, даже табличек у большинства уже нет, потому что они жили, допустим, 500 лет назад или 1000 лет назад, да, всё, да, там кости только в земле остались, и всё, и в чём успешность, да, в том, что вы заработали, стали зарабатывать на 30% больше, но в чём успешность, если от вас останутся кости в земле? Ну, да, дети получше ваши будут жить, а в чём смысл их жизни? Ну, чтобы тоже попытаться заработать ещё больше и оставить кости в земле, чтобы их дети пытались заработать ещё больше и оставить кости в земле, да, то есть это бессмысленный цикл репродукции, это просто невероятный тупик, да, к чему я всё это веду? Потому что вот осознавая вот эту вещь, ты думаешь, а зачем, зачем вот это всё? К чему оно? Да, ради чего? Какая разница, если я, допустим, умру завтра, какая разница, что изменится, ничего не изменится? Совсем ничего не изменится, потому что, ну, окей, на моей табличке будет чуть другая, да, там, классно, потому что не останется, какая трагедия, да, ну, потомство нужно лишь для того, чтобы человечество не вымерло, что тоже не особо осмысленно, да, ну, окей, я не размножусь, кто-то другой размножится, и что? Ну, трагедия, что ли, какая-то? Да нет, никакой трагедии, по-моему, в этом нету. Этому передаёт трагичность лишь наше человеческое сознание, в которого заложены многие, как я уже сказал, ну, не сказать костыли, но некоторые механизмы, которые заставляют нас воспринимать некоторые вещи не такими, какие они есть на самом деле, просто потому что это сломает выживаемость человека, он выжил благодаря этому, то есть, тут нельзя это исправить. Если бы эти механизмы не работали, нас бы и не было, но в этом не было бы ничего плохого, не было бы и не было, об этом я тоже уже рассказал, но именно благодаря ним мы существуем, но они являются вот этим архаизмом человеческой природы, да, и говорить о том, что человек разумный, да, человек 21 века или там какого-нибудь 20 какого-нибудь там будущего века, он должен выйти за рамки этой природы, выйти за рамки вот этих вот механизмов, которые заставляют нас видеть в некоторых вещах какой-то смысл, в котором его нет, или видеть какую-то трагичность в этом, потому что там на табличке останется дата чуточку меньше, чем она должна была быть отведена нам природой, да, но этого нет сейчас, да, поэтому, да, трагичность, поэтому нету никаких центров, которые бы позволили бы, предложили вам просто прийти и там заполнить бумаги, там, пройти какое-нибудь там исследование, что у вас там не какой-то 7-минутный стресс, да, действительно, вы вот волево решили, что жизнь вам не нужна, ну, обстоятельства могут быть всякие, да, ну, то решили, нет, 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 да, и общество в это не порицалось бы никак, а наоборот бы считалось это нормальным, да, наоборот, даже неплохо, потому что, ну, если вы здоровы биологически, физически, вы бы оставили бы органы тем, ну, кто считает, что жизнь ему прям пипец как нужна, хочет жить, да, было бы нормально, было бы здорово, это был бы нормальный человеческий выход, но нормальность человеческих выходов не предусматривается, а все не очень нормальные, они не очень нормальные, не очень привлекательные, на самом деле, это тоже не очень привлекательно, в этом плане тоже абсолютный тупик, ну, не абсолютный, но всё-таки такой тупичок тут есть, Да, мне бы хотелось, всё-таки, вот, как белый человек, да, то есть, вот, вроде человек, да, 21 век, а жизнь заканчивать как какое-то чмо, ну, это вообще не очень приятно Хотя после смерти, конечно, наплевать, но, тем не менее, какую-то осмысленность ты этому предаёшь Но даже здесь, как я уже сказал, есть тупичок Тупичок в том, что в жизни нет смысла, а нормальных путей от отступления тоже не предусматривается Почему же нет смысла в жизни, да, ну, кроме как того, что, вот, заложены природы и бесконечный бессмысленный репродуктивный цикл Здесь нужно вернуться к началу моего рассказа, к тем штукам, которые в нас природа закладывает, да, абсолютно без какой-то цели и смысла, но она закладывает Да, и вот у кого-то, вот, есть предрасположенность, ему нравится, он испытывает невероятно классные положительные эмоции, занимаясь программированием Вот сутки напролёт он может сидеть и кодить, да, и вот ему нравится это И это, в принципе, можно назвать смыслом жизни Почему? Потому что вообще, в целом, если в общем сформулировать смысл жизни, применимо вообще к любому Это испытывать эмоции, те эмоции, которые ты хочешь, и не испытывать тех эмоций, которые ты не хочешь То есть, если, ну, в большинстве случаев эмоции ты хочешь испытывать положительно Да, ну просто, почему я такую совсем размытую формовку дал? Просто потому что есть всякие, там, мазохисты, которым нравится испытывать боль Боль, чувство вроде бы неприятное, условно говоря, но оно им приносит какую-то радость Всё-таки, не знаю, я сильно не углублялся в этот аспект, да, но, тем не менее Нельзя сказать, что испытывать положительные эмоции, потому что некоторым людям нравится испытывать неположительные эмоции Да, но вот именно смысл заключается в том, чтобы испытывать те чувства, которые ты хочешь И заниматься тем, что ты хочешь Не испытывать то, что ты не хочешь, и не заниматься тем, что ты не хочешь Но жизнь абсолютно, наше общество, государство абсолютно не предрасположено к тому, чтобы обеспечить каждого человека подобным какими-то условиями для реализации вот этих вот амбиций и желаний, опять же, которые непонятно зачем в него вложены И вот свезло человеку, да, о чём я говорю, проролилось, с чего я начинал Вот свезло человеку, вот, наролилось у него то, что вот он программистам, ему нравится быть А в наше время, какое стечение обстоятельств, программисты невероятно высокооплачиваемы, да, и могут зарабатывать Ну, просто не будем говорить о суммах, сейчас ведь не важно, что там в России он зарабатывает, там в Москве или где-то ещё Ну, то, что он зарабатывать может действительно классно, потому что он будет этим делом заниматься въедливо, он будет вот зубрить какие-то учебники, да, ну, там даже не учебники Он будет изучать дополнительные в интернете материалы от более продвинутых программистов, всякие трюки, приёмы, принципы, механики, которые позволяют быть ещё более лучшим программистом Потому что ему нравится этим заниматься, а когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, тебе хочется заниматься этим ещё лучше Тоже так человек устроен, вот эти вот какие-то, возможно, амбиции и прочее И вот поэтому, ну, потому что, не знаю, трудно испытывать одни и те же эмоции от одного и того же, да, то есть трудно Ну, вы можете испытать радость от того, что вы научились кататься на трёхколёсном велосипеде, да, но вы не будете испытывать всю жизнь радость, скорее всего, от того, что вы на нём катаетесь Вот так человеческая психология также устроена, опять же, по тем же самым причинам Вот, и поэтому, получив радость от того, что ты написал Hello World, да, впервые, ты не будешь испытывать каждый день Если бы просто это так работало, то можно было бы просто одно и то же, вот, лёгкое какое-то действие найти, которое тебе приносит радость и им заниматься вообще всю жизнь, да Писать одно и тот же Hello World, там, из трёх строчек или из одной строчки Просто с утра проснулся, раз, написал, классно, радостно стало Пообедал, ну, там, позавтракал, телевизор посмотрел, чё-то грустно стало Раз, ещё раз, пошёл, написал эту же строчку, оп, опять радостно Опять чё-то поделал, поделал, чувствуешь, опять чё-то уже настроение не то Пошёл, опять написал, и так, десяток раз за день написал, всё, классно, жизнь радостная Как вы понимаете, это не работает, это абсурд, это бред Поэтому, занимаясь тем, что тебе нравится, ты стремишься развиваться, опять добиваться каких-то новых вершин и целей То, что ты не умел вчера или сегодня не умеешь, чтобы начать уметь это делать И вот человек, свезшему, которому слово свезло, который вот программистом, да, нашёл себя в этом Вот он занимается, совершенствуется, и вот он, да, он там на трудной работе, потом он на лучшей работе Потом он на ещё более лучшей работе, да, работает и зарабатывает чуточку больше денег уже О том, что люди, в принципе, в большинстве своих случаев, деньги распоряжаются абсолютно бессмысленно Мы это обсудили Но вот у программиста более-менее есть вот в этом плане свобода, да Он может быть каким-то фрилансером, или он может работать в каких-то студиях частных, да, где не подразумевается то, что Твоё развитие будет приводить к тому, что тебе всё равно придётся вдрачиваться Нет, вдрачиваться всё равно придётся, но не так часто, да, видите, как вы разработали Вы какую-нибудь фри-то-плей игру невероятную, где вы будете продавать воздух, которым, ценность которому придаёт человеческий разум игроков Которые невероятно сутки пятком со вашей игры И вы просто выпускаете новый воздух, там, не особо сильно вкладываясь в это по силам Но этого достаточно, чтобы зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать Примеров здесь, я думаю, вы сами найдёте миллион Не об этом сейчас Но вам уже не нужно в поте лица круглые сутки сидеть что-то разрабатывать Вы просто пожимаете, пожимаете Пожинаете результат своих трудов, да, вы уже этого добились И вот в этом направлении какая-то осмысленность есть Но не во всех направлениях человеческой деятельности есть подобный результат Как я уже сказал, в большинстве нет Абсолютно А есть человек, которому, вот, к чему я всё это Ну, может быть, человек такой, у которого, ну, не свезло ему быть программистом, да Свезло ему быть, допустим, музыкантом И не вот что музыкантом-композитором Да, музыкантом, который, вот, просто музыкант Ну, нравится играть Ну, не композитором, нравится, ему просто нравится играть Да, что-то Какая стезя может быть у музыканта? Нет, ну, какой-то... Если вы выдающийся музыкант, то да, вы можете зарабатывать И тем, что вы просто исполняете какие-то композиции Но по факту, да, можно сейчас найти тут имена Именитых выступальщиков, да, музыкантов Но проблема в том, что их единица И попасть в эти единицы Ну, для этого у вас должен быть какой-то талант ещё Который, возможно, и вероятно, вам природой не вложен Но вложена любовь к тому, чтобы играть музыку И всё Но таланта нет Ну, и что? Какая у вас перспектива Заниматься тем, что вам не нравится И не быть там сильно успешным Почему? Потому что, ну, на самом деле Как бы вы ни вдрачивались Но ничто не компенсирует эффективность работы Как любовь к тому делу, которое ты делаешь Потому что Если вы любите дело, вы сделаете его в разы лучше, больше Потому что, если вы его не любите Ваше усердие будет направлено на то, чтобы бороться с собой Нежеланием делать это дело На то, чтобы Заставлять себя этим заниматься И так далее И всё равно, всё равно это будет несоизмеримо Вы всё равно не будете таким же успешным, как человек При всех абсолютно равных сферических условиях Но который любит этим заниматься Потому что, возможно, он даже будет этим заниматься ещё больше, чем вы Потому что там, где вы уже устанете Где у вас уже будет измотанность Где у вас уже будет усталость И нервная в том числе Он будет ещё бодр и свеж Потому что он получал кучу им положительных эмоций Пока делал то, что он делает И у него ещё остался вагон сил Чтобы сделать в два раза больше, чем вы А вы уже всё Вы уже язык на плече Вы уже еле ползёте Вы уже измотаны И перспективы у вас нету Вот это и есть тупик определённый нашей жизни Как это всё относится ко мне Да, если подводите толк Вот этого часовой такой Подкасту Такому размышлению о разных вещах О разных О разном, да Как это со мной соотносится Ну, эти вещи Я начну с того, что, конечно же, они висят Домоклонным мечом над тобой, да И ты понимаешь, что из этого нельзя вырваться Нету Нету каких-то путей решения Вообще, в принципе Практически нету Со мной это очень сильно соизмеримо Потому что, ну, с детства мне нравилось Что-то рассказывать Чем-то делиться Что-то придумывать Да, в детстве У меня прям вот Вот с детства серьёзно Можно, там, не знаю Родители, не родители Но можно было обо мне сказать Вот, хлебом не корми Дай чё-то рассказывать Да, вот Вообще И, собственно, как вы видите Я не сильно изменился Прошло Почти двадцатых лет Да, там, с тех пор Там С шести-восьми лет Моих А я Не изменился Потому что во мне Это природа И чёрт возьми На какой-то хрен заложено Вот это вот Желание Вот Вот это вот Я не знаю даже, как это называют Да Желание болтать Рассказывать что-то Быть рассказчиком На самом деле Не шибко важно Ну, того, что мне нравится Да, я не могу рассказывать То, что мне не нравится То есть Если я не чувствую Потому что я Рассказываю даже В этот подкаст Я в них вкладываю душ Я в них вкладываю себя Да Я их рассказываю В первую очередь От эмоций И вообще всё, что я делаю Я могу делать только от эмоций Ну, можно сказать Что, конечно, все люди так Но Во мне это слишком сильная Составляющая Да И Я такой человек То есть Если меня что-то завлекает То я полностью погружаюсь В это дело Я очень тяжело переключаюсь С вещи на вещи Потому что Я не могу даже Вот просто играть в игру И получать от неё каких-то эмоций Если Я полностью погружен в другую игру Или ещё что-то Ну, то есть Мне это То есть Кто-то легко переходится на друг друга Кто-то Несколько книг параллельно может читать Я не могу То есть Мне это тяжело даётся Тоже, опять же Природа так Распорядилась Вот так вот Оно классно Вообще Классное сочетание Потрясающе Да И Это тоже В определённой степени Закрывает для меня Какие-то перспективы Возможности Да Заниматься Допустим Одним делом А потом быстро Хоп Переключиться На какое-то Своё любимое дело И Получать от этого Эмоции Очень тяжело Это Это никак Не позволяет Да То есть Был период У меня на канале Когда я работал Я записывал видео На выходных Только Не лучший период Видео получались Конечно Не худшие Но Они были явно хуже Чем Когда я был полностью Свободен Потому что Я не мог переключиться С одного на другой И Тяп-ляп За пять минут Снять видео На всю неделю Задача не такая Светлая И лёгкая Естественно Сказывается На качестве На том С какой Отдачей И погружением Я эти видео Делал И далеко Не все Они получались Такие же классные Как я мог бы их делать Но они получались Да Условно говоря Какие-никакие Но получались Окей Но проблема В том Что Такой склад Он никак Не имеет Перспективы Да Ну то есть Всю жизнь Жить То есть Вот Задрачиваясь На какой-то работе И Два выходные Безвылазно Сидеть На записи Видео Это стресс Ну стресс в том Что Как бы выходные Даны Чтобы отдохнуть А запись Допустим Видосов Это нифига Не отдых На самом деле Это тоже Очень много Ну как я уже сказал Только что Я вкладываюсь душой Да Что значит Вкладываться душой Это то что Ты после этого Чувствуешь себя Усталым Измотанным Да То есть Допустим Я бесконечный холод пишу Я в него вкладываюсь Я вчера сидел Два часа с половиной Написал один лист Для первой главы Классно Да Первый лист Два с половиной часа Но после этого Я уже чувствовал себя усталым Я уже не смог бы Сесть и записать Вот это вот видео Потому что Оно бы требовало от меня Усилий Усердия И эмоций У меня уже колома не шарила Мне уже было ни до чего Ну не настолько Что прям вообще Но я бы уже не записал Это видео Также И вот в этой ситуации То есть У тебя есть два выходных Но ты Большую их часть Там Часов шесть Ты Простиживаешь И изматываешь себя Занятием Другим Которые тебе вроде как Нравятся Но оно опять же Висит над тобой Обязательством Которое тебя изматывает И самим фактом Этого обязательства И тем Что у тебя нет отдыха В принципе То есть тебе От работы нужно отдохнуть Да В принципе Хотя бы просто Расслабиться И для того Чтобы записывать видео Тебе тоже нужно отдохнуть Расслабиться Набраться сил Идей Чтобы у тебя Вот это желание Появилось Что-то рассказать Поделиться С какими-то эмоциями Но у тебя его нет Ты устал Утомлен Тебе нужно его записывать И ты уже записываешь Не потому что хочется А потому что надо Потому что иначе Канал загнется Да Я это прекрасно понимал Но мне хотелось Канал свой развивать В то время Ну Потому что это хоть Какая-то Опять же Но перспектива Да Здесь хотя бы Она есть Очень маломальская Очень призрачная Но она есть Да То есть можно Развить канал Быть популярным Да Это тяжело Опять же Но тем не менее У тебя будет Какое-то свободное время У тебя будет Какой-то свободный график У тебя будет возможность Заниматься чем-то еще Именно то Что я считаю Самое главное В жизни То что в принципе Может дать смысл Почему Потому что Это время Ты можешь потратить На то что ты хочешь Чтобы Реализовать себя Ну если Даже само В принципе Занятие ютубом Это уже какая-то Реализация себя Да Это Какая-то Ну популярность Какая-никакая Это само по себе Приятно Ну опять же Можно считать себя Успешным За счет того Что у тебя есть свободный график Неплохие деньги Да И Все неплохо Поэтому мне хотелось Этим заниматься Конечно Со временем Пришло понимание Что Ну вот Опять же Если вы Вдруг захотите Заняться Ютубом И будете гуглить Что я делал Что это Популярно То Многие Опять же О чем я говорил Книги по успешности Но в этот раз Будут какие-нибудь Блоги по успешности Или еще какая-нибудь Дресня по успешности На ютубе Вам будут рассказывать Что вы должны Короче найти то Что вам нравится И делать то Что вам нравится Но на самом деле Оно так нихрена не работает Мой пример Он максимально наглядный Да вот Я записываю на доп.канале Видосы Которые мне нравятся Подкасты Которые мне нравятся Я делаю их такими Какими мне нравятся Настолько длинными Насколько они мне нравятся Да Вот часовой подкаст Мне они нравятся Да Потому что за это время Я могу рассказать очень много Я могу поделиться эмоциями Могу выложиться полностью И целиком Что чувствую Что я вот действительно Все рассказал Все что у меня было на душе Да Вот Вложить всего себя В этот ролик Но нахрен никому не нужно В таком Ни в таком виде Ни в таком формате Потому что по факту Ютуб это производитель Абсолютно бессмысленного Тупого Пеплохавательного контента Оно должно быть коротким Тупым Ржачным И бессмысленным Да Вот что в принципе Должно будет И двигаться на ютубе Сюда приходят За цирком Расслабон Вируситься Говно И блевота Там не знаю Какой-нибудь Дегенерат Жопой по асфальту Проехал Чтобы содрать там Кожу Почему? Потому что он это сделал Наспор И вы же будете смотреть За дегенератами Да Которые на спор Делают какую-то дичь Которую бы вы сами Не стали делать Интересно же И Миллионы идиотов Будут смотреть Такое говно А дегенерат Который делает всякое говно Которое другие Не станут делать В здравом уме Потому что Они же не шабанутые На всю голову Он будет популярный Потому что Классно Он будет Такой Продобайся Да Своё по сути дела Достоинство За бабло За популярность А популярность Всё равно Деньги Классно Всё Успех Да Ну и прочие-прочие Примеры На самом деле Тут можно Опять же Только на эту тему Говорить бесконечно долго Но Факт остается фактом Недостаточно делать То что вам нравится Нет Здесь Бывают случаи То есть Опять же Опять же Вернёмся К вопросу Природы И прочее То что оно В нас вложило Ну тут ещё Конечно Воспитание Как сразу Складывалось Жизнь И прочее Тоже повлияло Но вы же не знаете Как вот Тайная вещь Повлияет на вас В будущем И тем более Вы не можете Это изменить Вы по сути дела Потом Предстаёте Перед фактом Того Каким вы сложились Какой вы есть Да То есть Есть люди Они просто Радостные Весёлые Они вот Об этих вещах О которых я вам рассказываю Цел честно Никогда не думали А если и думали То Какая-то фигня Сейчас забей Чё об этом думать Да Они весёлые Классные Добродушные Открытые И они делают Ролики Которые Нравятся Которые Душа им лежит Они просто Ведут себя Таким Какие они есть На самом деле Да Это не сильно Заставляет их Как-то париться И думать Блин Как этот ролик Снять Да Они там Со временем Совершенствуются Да Там монтаж Какая-нибудь Музычка Идею Придумывают Но они всё равно Остаются Самим собой В рамках Этой съёмок Да И у них Это получается У меня Такое не получится Никогда в жизни Да А если я Буду над этим Стараться О чём я опять же Сегодня уже Рассказал Для меня Для меня Это будет Невыносимо Тяжело И сложно И каждый Такой ролик Для меня Будет Невероятно Изматывающим Утомляющим Мне будет Очень тяжело Придумывать Как же Это всё Снять Потому что У меня Не лежит К этому Душа И Надобно Снимать Такие ролики Регулярно Надо мной Будут висеть Камнем Обязательства Тем стрессом И той Вещью Которая Очень Негативная И вряд ли Это приведёт Меня к успеху Потому что Этим нужно Заниматься Много И часто И так далее И так далее И в итоге Я опять же Окажусь В том же Самом Тупике Как и В любом Другом Месяце Что мне Нужно Делать То Что мне Не нравится Мне Нужно Вкладывать Силы В это Я Буду Измотан Уставш И Не буду Видеть В этом Смысла Потому что А какая У этого Перспектива Мне Всё равно Если Пожизненно Придётся Заниматься Тем Что Мне Не нравится Да В этом Нет Никакой Перспективы Опять же Если бы Можно было Там До какого-то Этапа Дойти И потом Просто Перестать Снимать И На пожизненно Ещё Остаться Богатым Да И уже Делать Что хочешь Но Ютуб Вряд ли Такую Возможность Предложит Нет Ну Для этого Нужно Быть Там В топ 10 Какой-нибудь Входить Да Там Конечно Такие Заработки Что Можно Потерпеть Лет 5 10 А там Всю остальную Жизнь Делать Чего хочешь Жить На эти Деньги Заработанные Но Сами понимаете Вряд ли Удастся Стать Таким Особенно С настроем Того Что Тебе Нужно Делать То Что Ты Не Хочешь То Что Тебе Не Нравится То Что Ты Не Чувствуешь И Совершенно Не Хочешь Этим Заниматься И Демотивированным Тем Что Перспектива Слишком Призрачная Это Без Без Шансов Без Смысла Кого-либо И Конечно же Когда пришло Понимание Что Ну Оно Так Не Работает На Ютубе Это Тоже Стало Дручать То Что Перспектива Ну Нет Была Даже В рамках Того Что Я могу Снимать Она Была Но Нужно Было Ити На Другую Работу И Был Быха И Быха Мне Приносил Куда Больше Эмоций Положительных И То Оставшееся Просто Копеечное Время Которое У меня Оставалось И Сила Естественно Выбор Был Либо Вкладывать В Быха Либо В канал Ну И Конечно же Я Вкладывал В Быха Потом Когда Время Появилось Я Опять же Был удручен Какое-то Время А к тому Моненту Когда Я Достаточно Соскучился По Ютубу Мне Захотелось Опять Симать Удручало То Что Канал Уже Потерял Какую-либо Популярность И Сейчас Он Откатился На состояние Полутора лет Недавности Просто На дно Днищ Так Ты Не особо Выдающийся Было Так Дно Днищ И Непонятно Как Его Продвигать Разные Другие Факторы Стали Сказываться То Что Я Особо Непонятно Во что Играть Что Рассказывать Потому что Я стал Понимать Что Все Это Не Имеет Смысла Это Никому Не Надо Эти Ролики Которые Я снимал Они Мертвы Фактически Есть ролики Абсолютно Бессмысленные Но Они Живы До Сих Пор Их Смотрят Почему Обливин Лучше Скайрима До Сих Пор Чуть Не Каждый День Появляются Идиоты Которые Рассказывают Какой Я Чудак И Что Скайрим Это Круто Они Могут Быть Даже Мнение Невероятно Классное Авторитетное Ставить Дизлайки Да Потому Что Им Наплевать Абсолютно На Меня На То Вкладывал Я Душу В Это Мнение Или Нет Да Ну То Что Ютуб Комментарии Помойка Это Факт Но Тем Факт То Что Это Видео Остается Его Смотрят Коммуникает Как Заработать Бабло В В В Варфрейме Ну Видео Тоже Просматривается Причем Там Тоже Опять Такая Помойка Ну Плюс Минус И Там Приходят Дегенераты Которые Рассказывают Что Фу Донатер Чмо И Прочее Хотя Я Рассказал Как Заработать Вообще Без Доната Вот Просто В игре Заработать Да Эти Деньги Я Сказал Что Я Все Это Заработал Ребят Вот Я Делюсь Вроде Опять Там Приводит К Стрессу У меня Это Вызывает Диссонанс Конечно Больше Удручает Именно То Что Люди Вокруг В принципе Идиоты Но Это Вот Все Взаимосвязано Все То Что Я Рассказал Сейчас Это Отдельная Тема Люди Идиоты И Прочее Прочее Всего Здесь Не Рассказать Но Проблема В том Что Есть Ролики Они Мертвые Да Их Никто Не Смотрят Они Никому Не Нужны И Ты Это Понимаешь И Понимаешь Что Сколько Бо В Них Не Рассказал Сколько Бо В Появилась Бессонница Все Ну И Опять Нервное Истощение О чем Я Самых Первых Словах Говорил Но Сказывается На Все На Состоянии На Эмоциональном Состоянии На Ваших Силах Ментальных Силах И Вашей Готовности Да Что То Делать Конечно Я Просто У меня Просто Не Обновление Бесконечного Холода Да То есть Мы 13 месяцев В итоге Просидели Над Обновлением Конечно Лето И Сентябрь Октябрь И полноября Они Прошли Просто Как Не знаю Как В котле Ада Под названием Нужно Нужно Доделать Это Нужно Дорелизить Я все Вот прям Больше Чем все Силы Вкладывал На это Ну Конечно Это привело К тому Что К осени Я Уже Совсем Совсем Уже Простые Таблетки Успокоительные Уже Не помогают Уже Конечно Организм Просто Невыносимо Истощен И вот Выписали Как я уже Сказал Кучу Всякого Барахла И С чего Я начинал Этот подкаст К тому Что Это Ничего Особо Не изменит Не вылечит Меня Потому что Да Можно Попробовать Снимать Ну да Мне хочется Как-то Хотя бы Чуть Снимать Для ютуба Что-то Потому что Это Какие-то Получительные Эмоции Приносят Но Это Не приведет К тому Что канал Вдруг резко Ставим Популярный И он Позволит Мне На это Жить Да БХ Тоже Вот Еще одна Сфера Деятельности Да То есть Чем Можно Заняться Если вам Нравится Что-то Рассказывать Это А Диктор Комментатор Чтец Какой-либо Да То есть Вот Это стезя Ютуба Для меня Потому что Ну Комментаторам По факту Мне Вряд ли Куда-то Может быть Дорога Природа Опять же Невероятно Классное Сочетание Вот это Что мой голос Он Ну Прямо Скажем Не для Комментирования Я Вообще Очень Долго Очень Долго Достаточно Комплексовал За своего Голоса Меня По-моему Дразнили На счет Голоса Хотя Я не помню Дразнили Или нет Но Почему-то Кажется Что Шутейки Какие-то Проскакивали В школе Но Я Комплексовал Даже В какой-то Степени Я Ютубом Стал Заниматься Потому что Ну Потому что Почему бы Нет Мне хочется А почему Я должен Комплексовать Да Но если Посмотреть Какие-то Первые Ролики Там Я Ну Совсем Другой Ютуб Меня Изменил Очень Сильно Да В этом Плане Я Стал Способен Я вернулся Скажем Так Очистился От этого Дресни Социальной И стал Тем Кем я Был в детстве Тем Кто мог Болтать 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 На протяжении Часа Двух Трех Безумолку Рассказывать Вкладывать В душу В этот Рассказ То есть Я Комментирование Ну Тут Есть Определенные Все-таки Требования Да Даже Если На радио Или еще Куда-то Там Киберспорт Комментировать Голос должен быть Голосом Да У меня нет Голоса То есть Не возьмут Никуда Просто потому Что Ну нет Я думаю Вы это Прекрасно Понимаете Просто нет Свой канал Ютуба Можно было Расскрутить То есть Здесь Не порог Но вот Именно В проф Какую-то Деятельность Подобная Путь закрыт Можно сказать Ну Там Однозначно Ну практически Однозначно Я уверен Вторая Вторая стезя Рассказывания В том числе И потому что Мне еще нравится И придумывать Что-то Не знаю Может быть Это опять же Является Следствием Каких-то Жизненных Обстоятельств И прочего Но Нравится мне Опять же С детства Что-то придумывать Фантазировать Мне забавно Как люди Да В БХА Приходят И говорят У меня богатый Фантазии Ядрить Клотить Когда я был В дважды Молоде У меня фантазия Была богаче Чем у тебя Серьезно Чувак Это не богатый Фантазия Это мусор Это просто шаблон Это я не знаю Это набор Просто простейших Инструкций Это не фантазия Ты просто Забей Но так как Человеку Не с чем сравнивать Ему кажется Раз у него В голове Какие-то Мысли Значит фантазия Оптоматически Богатая Что Абсолютно Не так Вот Конечно В 13 лет Я не был Настолько же Богат фантазии Как сейчас Хотя возможно Был в чем-то И богаче Опять же Не было Удручения Не было усталости Было больше Свежести Больше Простора Больше Собогоды Тем не менее Мне нравилось Придумывать что-то Да И практически С юности Я что-то писал Я не любил Опять же Стихи писать Потому что Стихи Стихи много Не вложишь Можно говорить Что там Стихи С смыслом Там Ядрить Колотить Но вы видели Какие-нибудь Научные работы В стихах Действительно Серьезно Нет Они пишутся В прозаичном Все-таки Языком Вот И в проза Можно вложить То есть Понятно Дело что Художественная Латература Это не научная работа Но в нее можно вложить Просто очень много всего Очень много мыслей Очень много эмоций И в стихи Это не вложить Стихи Это такая Ну Понятное дело Что кому-то нравятся стихи В принципе Это не так плохо Что они существуют Но в большей степени Это все-таки Такое Опять же Пеплохав Для идиотов Да Потому что Ну Слова Рифмуются Ха Прикольно Гэгэ Классно Да То есть Ну это вообще Забейте На самом деле Опять же В большей степени Я считаю Что Стихи Это для бедных Умом людей Такое Стизятворчество Все-таки Проза Она Куда богаче Куда насыщеннее Куда шире Поэтому Если человек любит Только стихи А прозу не любит Но это уже Для меня это клеймо Фактически На человеке И Будет очень тяжело Меня переубедить Что он на самом деле Все-таки Не лишен какого-то Интеллекта и ума Что на самом деле Нет Он осмысленный Ну просто Вот реально Книги не любит А вот стихи любит Но это практически Невозможная задача Вот Но если бы я был Писатель стихов То я бы Возможно Был бы успешней Потому что Стоит тебе Зарифмовать Особенно бессмысленный Набор слов Они звучат Прикольно ГГ И все Все с тебя Фанатеют Пишешь романтическую Дрюсню С тебя фанатеют Девушки Какой-то Классный Интеллектуальный Вообще Просто Прям Невероятно Шикарный Вот впечатлить Прозой Девушку К сожалению Тяжело Но если Пойти по какой-то Быдлости То можно Быть успешным Как он там Чё не Рэп батл Или как Это называется Такое Для самых Дегенератов Такое Развлечение Это поморочные Типа Рэп батлов То есть Там Рифмуешь Соревнуешься В том Как ты умеешь Обсирать Других То есть Это Настолько Маризматичное Занятие Что я даже Честно Не знаю Эпитета Какого-то Который Можно придумать К этому Занятию Но опять же Если ты Совсем Вот Интеллектуально Тупой Но умеешь Рифмовать То это Тебе туда Дорога Для самых Собственно Для Биомусора Тоже Вообще Классно Успешно Можно быть Здорово В прозе Тяжело Нет Прос Батлов Нету Никаких В которых Вы можете Стать Популярным В прозе Ну опять же О прозе Разговор Может быть Очень долгий Тут можно Еще накинуть Спокойно Х2 На продолжительность Этого подкаста Если я буду Рассказывать Вам Детали О прозе Что в ней Никак не вкатывает А что в ней Может вкатить И опять же То что я бы Стал в ней писать Что мне хотелось бы Написать В ней Опять же Какие-то мысли Передать Какие-то чувства Они не топ Спросовые Сейчас Если вы не скажете Что они вообще Не спросовые На фоне Максимально Примитивного Контента Которые Которые везде Собственно Продвигаются Максимально Примитивные Игры Максимально Примитивные Все Музыка Фильмы И книги В том числе Ушло время Классики Да Где Нужно было Вкладывать Какой-то Глубокий Смысл Вечные Проблемы Человека Этот век Ушел Да И мировыми Бестселлерами Становится Как правило Какое-то Просто Дресневое Говно До ужаса Просто Невыносимо Блевотное Какие-нибудь Сумерки 50 оттенков Серого Книги По сталкеру Да Метро 2033 То есть Самые Я не знаю Просто Блевоты Сваренные В собственном Соку Вот вам То что В литературе В большинстве Случаев Становится Какими-то Бестселлерами А какие-то Классные Книги Вам нужно будет Очень долго Копаться Вот в этом Говне И Очень тяжело Их найти Почему Потому что Вот это Говно Для Максимально Широких Масс Да Эти максимально Широкие Масс Они Об этом Шумят Создают Шум Вокруг Этого Соответственно Тебе везде Порекомендуют Почитать А супер Мега Классные Штуки Книги Которые Прямо Да Вот Современные Они Все-таки Уже Более-менее Признанные И добившиеся Успеха Работы Работы Которые Не добились Какого-то Супер Признания Но они Существуют Их Много О них Узнать Вообще Практически Невозможно Потому что О них Никто Не рассказывает Их Там Прочитало Десять Человек И они Максимум Своим Знакомым Могут Об этом Рассказать И не факт Что Этим Знакомым Они Вообще Нужны И все И на этом Цепочка Заканчивается И эти Книги И о них Узнать Невозможно И если Ты будешь Таким же То о тебе Никто Не узнает Никогда И поэтому Здесь тоже Перспектива Ну просто Вообще Никакой Практически В писательстве Да То есть 21 век Это не век Литературы Вообще Но если Говорить о том Что быть Каким-нибудь Рерайтером Ну это Опять же Не то Чем мне хочется Заниматься Это Опять же Это Можно сказать Ну вроде Ты же занимаешься Чем-то Похожим На то Что тебе нравится Но это Не то Это Вообще Нет Это Просто Такая же Дреснявая Работа была Которая Меня Давила Изматывала Утомляла Которая Мне не хотела Заниматься И прочее Прочее Но оно Похоже Звучит Согласитесь Пишешь Какие-то Символы Но нет Вот и получается А куда Деваться После Полутора Часов Которые Я вам Рассказал Куда Деваться Собственно Жить Вроде бы Надо На что-то Потому что Хочется Реализовать То что Хочется Реализовать Но Те вещи Которыми Я мог Заниматься Они Нет Никакого Применения Скажу так Коммерческого Просто нет БХ Не продается Если бы Опять же Легкий пример БХ Это визуальная Новелла Кто не в курсах Совсем Но Кто вдруг Дослушал До этих Полутора часов Визуальная Новелла Но Буквально С пары Тычков В интернете Поиск По некоторым Визуальным Новеллкам В определенном Направлении Я там В определенном Направлении Искал Как люди Новеллы Продвигают Аудиторию Ищут Нашел Новеллку 3D Дрочево Ну просто Именно в 3D Сделанной Модельки Баб И там Чисто Их в разных Позах Но это Оформлено Все В визуальную Новеллу С какими-то Выборами Развитие Отношений С этими 3D Моделями Ну вообще Просто Кал Искал Нет Может быть В жанре 3D Визуальный Новелл Порнухи Это что-то Выдающееся Да Возможно Но По ценности Вы же не будете Говорить Что у порнухи Есть невероятная Ценность Да Это Прикладное Такое Искусство Назовем так Да Нетворческое Совсем Ну хотя Тоже наверное Вопрос Дискуссионный Но тем не менее Это Это просто Откровенная Порнуха Да Ну Визуальная Новелла По факту А я Тоже Начинал Этот подкаст С того Что Вам всегда Нужно понимать Детали Потому что Без деталей Человек Животное А в деталях Ну вроде бы Все-таки Не совсем Не все Конечно Но тем не менее Вот И если смотреть В общем Это визуальная Новелла Но по факту Это просто Драчильня Вообще Даже слово Драчильня Это не оскорбление Не унижение Это просто Жанр Для того Чтобы подрачить Единственное Я не знаю Для чего Может быть Применение Такой вещи Совсем нет И Знаете Сколько эта штука Собирает денег Ежемесячно На патреоне Вы возможно Будете шокированы Она собирает 7 тысяч долларов В месяц Вдумайтесь В это 7 тысяч долларов Соответственно Естественно Человек Если Ну Он И на патреоне Говорит Что Я дрочил До этого На разные 3D Ну ладно Условно говоря На что ты дрочил Но как ты этого Не удовлетворял Ему хотелось Создать Именно Чтобы Дрочить Как бы Выборы Как бы Вроде бы Ты Какие-то отношения Развиваешь С 3D моделями На которые Дрочишь Мне такого Хотелось Я решил А сделаю-ка я Такое То есть Он нашел Своё предназначение Условно говоря Да Он здесь Ну Именно поэтому Я говорю Возможно Он сделал В этом жанре Что-то Выдающееся Ну Что-то Особенное Что-то Более Сложное Чем Другие Работы Подобного Характера Да Что его И выделило Но Это ему Приносит Теперь 7000 Долларов В месяц Это Там 4 миллиона Рублей Ну ладно Вычтем Налоги Пусть даже Достанем 2 миллиона Вычтем Ну то есть Лимон Еще там Я вычел За то Что ему нужно Нанимать Допустим Каких-нибудь Программистов Он Там Профессиональный Voice Эктор Да Там Стонет И рассказывает Девушке Вам обязательно Естественно Ну лям Я включил Это на самом деле Там даже ляма Не будет В месяц Да Это я не знаю Нужно целую Огромную студию Содержать Чтобы на это Лям уходил Ну ладно Не огромную Но студию Да Можно содержать На ляму У тебя еще 2 ляма Остается просто Тебе вот На просто так Скажем так И ты просто делаешь Вот И делаешь Да Просто продолжаешь Делать такие новелки И получать 7 тысяч долларов В месяц Естественно Ты можешь на это жить Ты можешь на это отдыхать Ты можешь делать Вообще Чего угодно На самом деле Но БХ Не будет зарабатывать 7 тысяч долларов В месяц Вот чем проблема Как бы я Вот Свою жизнь бы не отдал Всю Вот все силы Вот вообще Вот прям Как бы я не загнал бы себя Вот до смерти Он не будет зарабатывать Он 7 тысяч долларов В месяц Вот Ну никак Я не уверен Что он Сможет собрать Даже 100 долларов В месяц Пожертвований Вот чтобы хотя бы На маломальский Жизнь бы хватало С него Да Ну это где-нибудь Возьмем 300-400 долларов Плюс Оплату Работы Ту которую я не могу Уполнить Потому что я не художник А визуально на мой Вот все-таки Художественная часть Да А это то Что мне не нароилось От природы Возьмем что Ну еще хотя бы 300 долларов Ну хотя бы Возьмем так прям Хороший Было бы 1000 долларов В месяц Приносил бы Да То есть 500 себе 500 на все остальное И вот делай И делай Вот живи на эти деньги Скромно Там Аскетично Мне большего не надо На самом деле Мне не нужно Никогда было Да Вот живешь ты аскетично И живешь 300 долларов Я наверное мало взял Да Сколько он там Ну ладно Нормально Нормально В нашем городе Это нормально было бы Не очень Но опять же На аскетич Аскетичную жизнь Хватило бы Но был бы он Приносил бы он 1000 Это небольшие деньги Если говорить О общем мировых сборах Да Перевести его на английский И собирать Деньги Со всего мира Какую-то там Популярность Собрать Чтобы Даже много людей Не надо Это всего лишь 1000 долларов Это всего лишь 100 человек По 10 долларов Вдумайтесь в это 100 человек По 10 долларов Которые готовы Жертвовать тебе Ежемесячно Со всего мира Со всего мира Со всех этих Произойти Произойти невероятное Стечение обстоятельств И еще что-то Произойти И чтобы оно тебе Вот Заролилось Таким образом Что вдруг Почему-то Как-то где-то Созвездия Сойдутся И найдутся 100 человек Которые будут Жертвовать По 10 долларов Чтобы у тебя было 500 долларов Себе на хлеб Хотя бы чуть-чуть И на художников И там Музыкантов И просто Ребятам Которые тебе Помогают Чтобы у них тоже Были какие-то Деньги За их работу Чтобы они Тоже могли Где-то Чем-то Жертвовать Ради буха Возможно В какой-то степени Но это уже В рамках чудо Вот получается Что Что YouTube Чудо Должно произойти Чтобы там Да Канал мой Вдруг резко Стал популярным Быть Что Буха А что Остается Какой Так Работать На простой Работать С перспективой Там лет Через хрен Знает Сколько Получить Повышение И работать Там Скорее Еще больше Придется Или даже Столько И будет Всего лишь Два дня Выходных Потому что Я еще вдавал Еще разные Другие Причины У меня в сутках Не 24 часа Я не могу Спать В графике Никогда не мог В школе Никогда не высыпался В институте Никогда не высыпался Ни на одной работе Никогда не высыпался Для меня это невозможно Природа Молодец Да Хотя Опять же Той же природой Предусмотрено Что Меланин Или что там Вырабатывается Во время сна Именно ночью Но вот Для меня Природа решила Что Ну такая мутация Классно Условно говоря Да То есть Не перспективная Мутация Для Продолжения Человеческого рода Потому что Неэффективно Но Оно Есть Да И получается Соответственно Я не буду Никак Ни в каких Обстоятельствах Поглядь Высыпаться Нету Никаких Способов Засыпать То есть Нету Допустим Если можно было Оборганизм Взять Выключать Каким-нибудь Технологичным Устройством В современном Электроды Подключил Клаве Лажал Кнопку Все Они тебя Погрузили В сон И держат Во сне Столько Сколько тебе Нужно Чтобы Выспаться Все Классно Было Я Может быть Был бы Бодрее Может быть Больше сил У меня Осталось Но нет То есть Рабочие Дни К вечеру Я не буду Никаким Остается Два дня За два дня Нужно БХ написать Роликов Снять И Перспективы Это никакой Потому что Ну Что всю жизнь Так жить В таком Ритме Изматываться Уставать на работе О чем я сказал И Изматываться Еще и выходные Снимать Можно сказать Ну окей Серег А зачем тебе это Раз это так изматывает Раз у этого нет Перспективы Давай Зачем этим заниматься Но это вот О чем я Опять же Говорил Весь этот ролик Вот видите Почему Опять же Почему важны детали Почему за пять минут За десять Это всего не рассказать Если бы я это Просто сказал Как-то Отдельно Да Можно было бы сказать Ну зачем этим заниматься Но сейчас Я думаю Вы уже понимаете Зачем этим заниматься Потому что В жизни нет смысла Да И Если этим не заниматься А ради чего жить Ради чего Да Ради чего Просыпаться по утрам Идти на работу Там Лине идти даже Ради чего Чтобы потом Создать семью И оставить потомство Ну Я не говорю Что это плохо Я не говорю Что этого не Не нужно Нет Это нормально Но Только это Не дает Моей жизни Смысла Моей жизни Придало бы смысл Вот именно Занятие Ютубом Да Я уже сказал Что это сильно Изменило меня Изменила моя жизнь Действительно Это какой-то Вот Смысленности Мне давало Бх Еще больше Дала смысленности Да Дал почувствовать Себя живым И Чуть Дает те эмоции Которые нигде Не могу испытать Когда я над ним Работаю Когда я полностью Погружаюсь в него Но погружаться в него Полностью Крайне проблемно Будет Когда у тебя Всего два дня И у тебя еще куча Других вопросов И проблем От них Чтобы полностью Погрузиться Нужно от всего От страниц Чтоб тебя ничего не давило Ничто не беспокоило Но Это невозможно Фактически Да И вот и получается А в чем смысл В чем перспектива Получается так Что Но нету никакой перспективы Совсем Да Я говорю Единственное Это вот Вдруг чудо чудное Произойдет Перепишу я Какую-то часть БХ Переведем мы его На английский Оформим его И Он вдруг Принесет деньги Такие Ну чтобы хотя бы Мало-мальски На это можно было Оплачивать работу Художников И как-то Хотя бы Холебушек Кошить Все Других перспектив Нет Опять же Можно сказать Ну вот О чем я говорил Что о чем Не хочется говорить Но Очень Сферически Но можно сказать Если бы я был Допустим Англоговорящим Англоговорящим Сразу Больше Был бы Перспектив Сразу же И в плане Стриминга И в плане Ютуба И в плане ВХ Там Почему Потому что Ну смотрите Стримы Сравните Абсолютно С одинаковыми Просмотрами Стримеров Отечественных И англоговорящих И собирают Англоговорящие Намного Больше денег Потому что Допустим У нас В стране Нет такой Ни культуры Ни На возможно И денег Нет у людей Я даже не знаю Что здесь влияет Больше Именно Быдлокультура Наша То что Донат Вообще считается Ну я уже говорил О видео Варфрейма О том что Фу Донатер Чмо У нас почему-то Школьники И прочие Отбросы Почему-то Вообще Так относятся К донату Человек Который Как будто Опущенный Что он Пожертвовал Деньги Есть Менталитет Определенный На халяву Любой ценой Какой я умный Какой я классный Обхитрил систему И на халяву Сделал То есть у нас Нет такой культуры И поэтому Добровольные пожертвования Здесь у нас Просто никакие То есть Спокойно Есть ютуберы Я видел кстати Ютуберов Зарубежных Они не шибко Сильно популярнее Моего были Ну так Прям вот Ну может быть Там раза в два Популярнее буквально Что не выглядит В два Может быть Это звучит Так Невероятно Но на самом деле Есть ютуберы Которые в сотни Тысяч раз Популярнее меня Да То есть Вот чтобы вы понимали В два Это не выглядит Недостижимым Я понимаю Что допустим Если брать Какой-нибудь Прыжки в длину И вы прыгаете Там Вы тренировались В жизни И вот прыгаете Настолько-то А кто-то прыгает В два раза Дальше То да Это недостижимо Но в плане ютубера В два раза Это мелочь Это прям Чуть-чуть Нужно всего лишь Стать популярнее Вот И при таком Они спокойно Опять же Там собирали Вот именно Еще чисто С того же Патреона Денег Которые Мне было бы Более чем достаточно Чтобы на них жить Даже жить Наверное Чуть-чуть богаче Чем среднестатистический Житель моего города Но нет Я не англоговорящий И я учил Английский Но Это не мое Ведь у меня нету Природной предрасположенности С языком Опять же Я вроде Типа писатель Но вот именно Написание Текста У меня Самое отвратительное То есть Я очень плохо Пишу текст Есть люди Которые Дебила Дебилами Но они просто Умеют слова Складывать В предложение Смысла вообще Нет в том Что они пишут Это тряснятина Да Но красиво Так складно Прямо все И вот ты сидишь И завидуешь Да Но он конченый Совсем дегенерат Но почему Он умеет Так красиво Слова складывать Вот А ты не умеешь У тебя просто Получается Говно убого И ты сидишь Это стресс Это очень долго Это очень неэффективно Это под кровь И ты прям По капельке Чуть-чуть Достигаешь Того Что другой Спокойно Вот сел И за 15 минут Написал бы А ты на это Потратил Несколько вечеров Часов в 8 А он это за 15 минут Набрал бы Но у тебя нет Этого навыка И оно не разовьется Да Можно сказать Да Тренинги Саморазвитие Ну блин Я читал множество книг И книг Как и художественных Так и не очень Но если нет У меня этого То нету Все Хоть разбейся Опять же Красивый слог бы Плюс к популярности Был Но суть-то не в этом Да Ребят Я думаю Вы понимаете Суть-то не в этом Совсем Думаю Думаю Надо этот подкаст На этом заканчивать То есть получилось За два часа Будет уже слишком много Для этого подкаста То есть Я к чему это говорил То есть Почему суть не в этом Суть в том Что на русском-то не удается На английском Вообще тем более Но все равно Нужно чтобы на английском Что-то делать Это практически нужно Быть реально Носителем этого языка Но опять же Россия не входит В ряд стран Где английский Чуть ли не вторым родным Являются Где практически все Его знают И говорят на нем Пусть с акцентом Но куча же Есть на самом деле Ютуберов Которые я смотрел Которые мне нравятся Они не очень популярны Я правила таких смотрел Из кучи стран У них Как бы И свой есть язык Но они на английском Спокойно Общаются И на таком уровне Его знают Что позволяют Им записывать Эти ролики Но опять же Так наролилось Но я не родился В англоговорящей стране Я так наролилось Я не родился В той стране На котором На родном языке Можно быть творцом И быть поддерживаемым Аудиторией И за счет этого Как-то существовать Как видите Куча-куча обстоятельств Которые Не наролились Я не говорю Что там Самый несчастный человек В мире Как мне не повезло Я говорю Просто Так оно Это факт Оно так сложилось С этим ничего не сделают И о чем же Я опять говорил В этом ролике Можно бесконечно Искать дно И мериться А вот кому-то еще хуже Мериться Кому-то еще лучше Но факт есть факт Жизнь моя сложилась Таким образом Такие факторы В ней так сложились Что Те Вещи Которые могли бы В теории Как-то помочь Или как-то сработать Они не срабатывают И не сработают И у них нет Проспектива Вот в этом-то и смысл Да Вот На этом я и хотел бы Закончить Да То есть Тут единственный вариант Это вот Который я вам озвучил Поэтому Что я хочу сказать Еще в конце Ну Постараюсь все-таки По чуть-чуть Что-то снимать На YouTube Пока есть возможность Пока есть возможность По чуть-чуть Постараюсь Но придется Пойти на работу Денег нету Уже Победически Да И И что делать Непонятно И вообще В принципе С жизнью Что делать Непонятно Потому что Я не вижу Себя В этом В этом мире В этом Паттерне В этой схеме В принципе Работа В принципе Существования Синонима Чтобы Вы поняли О чем я имею О чем я говорю Да То есть Не вижу Просто не вижу И что делать с этим Да Понятное дело Что Именно это Вызывает Стресс Это Именно Это Давит На меня Так что Я переживаю Потому что Я не знаю Куда деваться Да И Это Никак Нельзя Исправить И О чем Опять же Я говорил Таблетки Здесь Не помогут Ну и Стресс Я никак Этот Не исправлю Потому что Он не от меня Зависит Совсем Это не та вещь Которую я могу Поменять На которую Я могу Повлиять Можно сказать Ну вот Можно пойти На курс Английского И выучить Английский Ну блин Это Такое Сферическое Я вам тоже Могу рассказать Что вам нужно Сделать И что Очень классно Да И все То есть Как бы Сидеть Говорить С дивана Что Что можно Сделать Это Самое Бесполезное Практически Что вообще Можно Да Пошуметь С дивана Это Ни о чем По факту Вот ситуация Такая Поэтому Квитц Получился Очень такой Массивный Рассказ Очень Такой Всеобъемлемый Рассказ Очень много Разных Тем и вещей Пришлось В него Вовлечь Но чтобы вы Понимали Вот именно Ситуацию Да Именно Чтобы Не возникало Иллюзий Каких-то На Разные Темы На Разные Направления Что А вот Че бы Не так И классно Вроде бы Я все Упомянул Все что я Хотел Вроде бы Ничего не Опустил Получилось Чуточку Более Полутора Часов Как я уже Сказал Вряд ли Вряд ли Все то Что я Рассказал Можно Сжать В 15-20 минут Чтобы Можно было Понять То же самое Да Всю эту Ситуацию Максимально Полно Ну никак Я не Понять Да И к летсплею Приклеивать Это тоже Нет смысла Кому Кто Сюда Зашел Кому Не все Равно Кто Ну естественно Я же в группе Своей Выложу Соответственно Кто На доп Каналах Упомянул На канале Упомянул Об этом Видео Сошлюсь На него Да То есть Ну кто Более-менее Следит Кто Более-менее Тут хотя бы В полух Слушает Тот послушает Но Как я уже Сказал Тоже Опять же Это видео Оно ничего Не меняет То есть Оно Не дает Какого-то решения Оно Не дает Какого-то выхода Но ничего Не дает В принципе Ну кроме того Что я вам Рассказал Что вот он Тупик Выхода нет И вот так Вот оно все Складывается Просто Чтобы вы понимали Почему Нельзя тут Просто попить Таблеточку И поправиться Да Чтобы Чувствовать себя Лучше Чтобы Быть бодрее Чтобы Иметь возможность Лучше И качественнее Записывать Видео Что больше И лучше Писать Бх Оно Просто Нету Ничего Что могло бы Мне помочь Вот такие пироги Ребят На этом я точно Буду заканчивать Думаю Какие-то Прощальные слова Будут здесь Излишне Как и Излишне Даже Какие-то Упоминания Написания Комментариев Или чего-то Подобного Здесь Как бы Это неважно Напишите вы что-то Или не напишите В том плане Что Если вам Хочется Что-то Сказать Да Скажи Если нет То Выдавливайте Выжимайте Себа Какие-то Дежурные Фразы Тоже Нет смысла Согласитесь Вот Поэтому Все что я могу Сказать Увидимся